Итак, добрый день, дорогие студенты. Сегодняшняя наша лекция на тему эссе «Технология и его написание». Турн. Понятие эссе, структура эссе, технология написания эссе, этапа работы, виды эссе, раздаточного материала, примеры эссе. Литература Квитсиния МВ, академическое письмо, учебное пособие, шутка, 2017 года, И.У.М. Кукшинская и другие авторы, академическое письмо от исследования к тексту учебного и практики академического бакалавриата в редакции Кукшинской и И.У.М. Издательство «И.Райт» 2019 года. Данное. Учередник из 284 страниц. Серия для бакалавров академического курса. Итак, эссе. Сегодня у многих на слуху понятие эссе, словосочетание написать эссе. Это слово в английском происхождении, означает опыт, набросок, очередь, эссе определяет полу нескольким признакам. Наличие элемента сочинения, авторским отношением к теме, включением основных понятий, предложения, дефиниции, определения, указывающие на то, что автор владеет знаниями в той или иной области науки, краткостью изложения, не требует исчерпывающий ответ. Эссе. Это сочинение рассуждения небольшого объема со свободной композицией, выражающей субъективные отношения, знания по конкретной теме, не претендущие на полноту ее раскрытия. Эссе помогает учащемуся студенту развивать логическое мышление, формирует у него умение составлять деловые, научно-популярные письма, обращения письменные, излагать собственное воззрение и отношения. Каждый человек пишет эссе по-разному. Кто-то считает, что следует излагать только свои представления, убеждать в правоте собственных взглядов, другой шаг аргументирует мнение с помощью общепринятых знаний в той или иной области и ссылается на авторитетные высказывания. Однако писать эссе не так легко. Чаще всего тот, кто пишет эссе, сталкивается с определенными трудностями. Он легко сходит с заданной темы и начинает плавать вокруг да около нее. Его не покидает ощущение того, что недостаточно использует академические понятия для раскрытия темы. Он понимает, что аргументировать свое отношение к обсуждаемой теме с помощью примеров из повседневной или общественной жизни не так-то просто. По своей структуре эссе состоит из трех частей. Вступительный, основной и заключительный. В зависимости от темы, объем текста может варьироваться от одного до ста до трех. Технологии написания эссе. Этапы работы. Итак, для правильного написания эссе необходимо соблюдать и следовать общепринятым правилам. А именно, необходимо сформулировать тему эссе, если она заранее не задана, как это предлагается по системе ЭД. Продумать эту тему, помнить, что изучалось, какие определения и ключевые слова могут раскрыть ее. Начать писать наброски с основной части эссе, так как она важнее оставляет суть изложения. Вначале пишут черновые наброски в свободной форме, фактически те мысли, которые пришли в голову. Наброски должны быть в виде коротких тезисов, аргументов. Чтобы не сбиваться с темы, следует несколько раз перечитывать, что. То, что написали и вставить вопросительные знаки там, где требуется дополнение. Весь текст эссе желательно разбить на пункты и подпункты. Для конкретизации вопроса под пунктами могут стать аргументы-примеры. Итак, эссе состоит из трех частей. В вступительной части констатируется главная идея темы. Или же дается авторитетное изречение ученого, политика, философа и прочее. Необходимо высказать отношения к теме. Согласен, согласен, соответствует, не соответствует. В основной части автор опирается на знания по обсуждаемой теме. Проводит точки зрения по рассматриваемой проблеме. Он составляет тезис, обосновывает его аргументами, примерами, дает ответы на спорные или доказываемые суждения. Эссе будет неполным по содержанию, если в нем не приведены примеры из конкретных жизненных ситуаций. Он не должен быть написан только на теоретическом ключе. В заключительной части эссе автор не должен дословно повторить доказываемое суждение, чтобы не было тавтологии. Ему следует написать убедительно, используя иные словосочетания, выводы, подтверждающие основную идею или идею изложения. Графическое эссе выглядит таким образом, то есть проблемы, второе – введение, третье – тезисы, четвертое – аргументы, пятое – это заключение. Нам неизвестна структура эссе и принципы подхода к его написанию, однако в реальности обучаться этому не так легко. Необходимо знать, какими словосочетаниями, часто используемыми в тех или иных видах эссе, следует пользоваться, как его оформить. Видов эссе много. Пишут философские, исторические, религиозные, литературно-критические на тему морали и нравственности, экономических проблем, развития общества и прочие мини-сочинения. По своей форме они могут быть в виде заметок писем, лирических миниатюр, философских рассуждений по стилю изложений, свободные почти, что разговорно-аналитические, описательные и прочие. Самое простое изложение темы мы встречаем в эссе «Описание». Фактически описывается какой-то объект или отношение к субъекту через призму чувств и переживаний. Здесь нет места критики. Наоборот, автор пытается обратить свое внимание на отношение к описываемому объекту используют аппетиты метафоры. Например, описание всей прелести утренней зари или момента охоты и прочее. Эссе – это описание вполне применим как метод фиксации обряда и ритуала и явления при изменении не только исторических этнографий, археологии и других, но и географических, биологических и других наук. Эссе «Повествование» чаще пишут на занятиях по истории, политологии, философии. Здесь акцентируется внимание на события, время и ход действия. В заключении обязательно указывается значимый событий и роль деятеля в нем. Этот вид эссе еще называют дескриптивным. Например, роль исторического деятеля в тот или иной период истории. Эссе «Определение» указывает на то, что необходим анализ того или иного понятия, на которое приводится определение. Например, полис как форма организации дневнистрического общества пытается раскрыть суть понятия. Автор использует сравнительно исторический метод Спарта и Афины, описывает признаки полиса, приводит иллюстрации, примеры, заключая повествование выделением положительных и отрицательных черт этой организации общества. Если мы анализируем понятие полис в различных колониях древнегреческого мира, в том числе и на территории древней Каухиды и подчеркиваем особенности проявления этой социально-политической организации, в них то пишем эссе-классификацию. Иными словами, по мини-анализу изучаемые вопросы, дающие возможность глубже изучить вопрос, использование этой формы написания эссе на занятиях по историческим дисциплинам позволит усилить аналитический момент в изгледовании. Если мы анализируем понятие полис в различных колониях древнегреческого мира, в том числе и на территории древней Каухиды и подчеркиваем особенности проявления этой социально-политической организации, в них то пишем эссе-классификацию иными словами, это мини-анализ изучаемого вопроса, дающий возможность глубже изучить вопрос, используемый этой формой написания эссе на занятиях по историческим дисциплинам позволит усилить аналитический момент в исследовании. При этом автор должен выказывать собственное отношение к примерам. Если же это повествование закрепляет иллюстрации тестовыми примерами, то оно переходит в эссе-иллюстрацию. Любая форма эссе должна строиться на принципах свободы изложения, соблюдения структуры написания, учета причин и следственных связей, описываемых или анализируемых тем, аргументированности, положения четкости, соблюдения правил письменной речи, краткости и лаконичности изложения связи с субъектно-объектных отношений. Итак, эссе классифицируется по следующим критериям с точки зрения содержания философскими литературно-критическими историческими художественными художественно-публистическими духовно-религиозными и другие по литературной форме в виде рецензий лирической миниатюры заметки странички из дневника письма и другие. Спасибо за внимание дорогие студенты. До скорой встречи.